К другим темам. Лето в разгаре, и это время, когда дети имеют много свободного времени, но не всегда проводят его с пользой. Места, события, новые друзья, порой в поисках впечатлений, подростку сложно сказать нет заманчивым искушением. Невозможно на 100% исключить опасную ситуацию, связанную с наркотическими веществами, но можно заранее провести профилактические беседы, ведь воспитание детей и формирование их привычек происходит с раннего детства. Именно поэтому в Твери прошла антинаркотическая акция «Здоровое будущее», направленная на формирование детей негативного отношения наркомании. Подробности прямо сейчас. В России проблема наркомании является одной из самых острых. С каждым годом увеличивается число людей, которые употребляют наркотики. Именно поэтому в рамках антинаркотического месячника прошла акция под названием «Здоровое будущее». Наркотики и дети довольно сложная тема для школьных психологов и родителей, потому как у младшего поколения нет сформированного негативного отношения к психоактивным веществам. Организаторы «Тверь» госфильмов фонда рассказали школьникам о негативных последствиях, которым приводит употребление наркотиков. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни, на то, чтобы детки начальной школы, которые сегодня были, это с 1 по 4 класс детские лагеря, они узнали больше о вреде наркотических веществ, о вреде алкоголя, никотина и так далее. По данным статистики, чаще приучение детей к наркотикам происходит в кругу друзей в атмосфере дружеского общения. Данные профилактические встречи вновь напоминают школьникам об осторожности негативного влияния со стороны. Детям сейчас подкидывают уже теперь конфетки, которых тоже есть вариант. Им нравится это, потому что пробуждает какие-то интересные фантазии, странности. Человек тоже хочет это еще раз попробовать, ему все интереснее, интереснее. И он потихонечку подсаживается на это, не замечая сам. И поскольку дети не знают это, их совершенно спокойно вот на такое подтягивают. Детям показали фильмы «Обещание», «Леденец», «Опасное погружение», демонстрирующие вред наркотиков. Также в программе приняли участие кинологи Центра кинологической службы УМВД России по Тверской области со служебными собаками, которые продемонстрировали навыки обнаружения наркотических средств и задержания преступников. В рамках наших мероприятий они проводятся ежегодно у нас. Мы показываем детишкам, как у нас работают кинологи, как работают собачки по поиску наркотических веществ. В завершении встречи студия современной хореографии «Дэнс Бит» показала яркий танец, пропагандирующий здоровый образ жизни. Остается надеяться, что ребята твердо устроили. Употребление наркотических средств влечет не только серьезные проблемы со здоровьем, но и лишение свободы, которые практически гарантированно приводят к краху всех планов на счастливую жизнь.